друзья что-то мы все мелочимся да мелочимся пора уже перейти на крупных животных тем более что исследованы они намного лучше различной экзотики встречайте африканского слона самого крупного наземного животного их масса может превышать 6 тонн а высота в плечах наивысшая точка тела 4 метра самым крупным экземпляром из когда-либо зарегистрированных в книге рекордов гиннеса был самец вес которого составлял 12 тонн и так во первых никакого африканского слона не существует африканский слон это не вид а рот млекопитающих недавно исследования подтвердили что в африке существует два отдельных вида африканского слона и они сильно отличаются первый вид это саванны слон второй вид это лесной слон африканский слон в понимании обывателя то есть нас с вами это саванны слон он большой массивный и живет на открытых местностях лесной слон немного меньше размером живет в лесах имеет более прямые бивни чтобы не задевать стволы при передвижении и так с отсутствием африканского слона разобрались переместимся в его рот а точнее обратим внимание на его зубы у слонов очень мало зубов но зато какие во первых бивни это и есть видоизмененные зубы они растут в течение всей жизни слона и к старости могут весить до 250 килограммов во рту у слона всего-то 46 зубов но каждый зуб огроменный это пластина весом в 3-4 килограмма и площадью в 300 квадратных сантиметров таким образом рот слона представляет собой огромную терку для непрерывного измельчения растений но это не все в течение жизни у слона сменяется два набора зубов а у нас только один возрасте 15 лет у слона заменяются молочные зубы на коренные в 35 лет коренные на новые коренные и в 65 слоник уже не в состоянии кушать так как последний набор изнашивается кстати зубы сменяются не изнутри как у человека а как бы по конвейеру новые зубы медленно едут вперед из дальней стороны пасти продолжая тему зубов печальным тот факт что африканские слоны живут всего 60 70 лет как раз таки из-за зубов животные умирают именно из-за того что у них разрушаются зубы звери просто больше не могут жевать а здоровье у них все еще может быть на высоте слоны растут всю свою жизнь поэтому определить примерный возраст слона легко чем больше слон тем старше животное средняя масса взрослой особи 57 тонн а вот пенсионеры зачастую весят все 10-12 огромные уши длиной от основания до вершины полтора метра являются эволюционным приспособлением к жаркому климату за счет большой площади и развитого кровоснабжения они помогают слонам избавляться от избытка тепла двигая ушами слоны обмахиваются ими как веером кожа окрашенная в темно-серый цвет достигает толщины 24 сантиметра и изрезана сетью морщин молодые слоны покрыты темными волосами которые с возрастом вытираются только на конце хвоста остается длинная черная кисточка несмотря на толщину кожа слонов чувствительно к различным повреждениям и укусам насекомых хобот представляет собой длинный гибкий отросток образованный сросшимися между собой носом и верхней губой обычная длина хобота около полутора метров масса 130 килограммов благодаря сложной системе мускулов и сухожилий хобот обладает большой подвижностью и силы с его помощью слон способен как подобрать мелкий предмет так и поднять груз массой в 200 килограммов хобот слона способен удерживать себе семь с половиной литров воды а ноги слона это не просто средство передвижения они играют важную роль на протяжении всей его жизни такую как создание яма где в дальнейшем скапливается вода навигация по непроходимым местам выкапывание съедобных корней земли на каждой ноге у слона есть пять пальцев но мы их естественно не видим потому что они скрыты под огромными ногтями самое интересное состоит в том что ногти никак не связаны с пальцами они служат лишь прикрытием неким щитом и глубоко врастают напрямую в кожу как у человека слон имеет свои отпечатки пальцев то есть рисунок линий на ступне которые постепенно меняются и по ним можно судить о возрасте животного молодых слонов линии глубокие а у старых более сглаженные и стертые несмотря на свои размеры эти интересные животные могут ходить совсем бесшумно как мышки потому что нижняя часть ног представляет собой упругую губчатую подушку ноги устроены таким образом что вся нагрузка ложится на передние пальцы особенно на крайние боковые а задняя часть ноги как бы постоянно приподнята поэтому слоны в прямом смысле слова этого слова всегда ходят на цыпочках точнее на боковых цыпочках слоны которые содержатся в неволе часто имеют проблемы с ногами потому что из-за особого строения стопы их ноги очень чувствительны к поверхности поэтому неестественная среда обитания сильно отражается на их здоровье общение слонов не менее интересно слоны могут общаться друг с другом с помощью инфразвука волн частотой ниже 20 герц не воспринимаемые человеческим ухом причем распространяются такие звуки между животными не только в воздушной среде но и по земле особое строение ног позволяет слонам воспринимать сейсмические колебания этих частот на расстоянии до 30 километров принимая таким образом сигналы от своих сородичей о замеченных хищниках и другую информацию чтобы четче слышать ногами слоны могут принимать специальную позу перенося вес тела на передние конечности и иногда даже касаясь земли хоботом ученые также исследуют гипотезы о том что слоны могут правильно интерпретировать низкочастотные сигналы от других природных источников например о приближающемся землетрясение уникальными слонов делает то что их общение не ограничивается собственным стадом а распространяется на достаточно большой радиус находясь близко друг другу слоны общаются потирая тела друг от друга или издавая характерные звуки как и у людей у каждого слона есть свой неповторимый голос по которому его узнают сородичи наиболее распространенным звуком используем для вокального общения является так называемый трубный зов который слоны издают хоботом немного реже животные издают визги крики стоны и даже ворчание высота звука зависит от настроения и цели когда слон хочет оградить молодняк от опасности и позвать на помощь он несколько раз издает громкий и резкий крик если все в порядке и животным просто нужно обсудить обыденные вопросы они общаются с помощью ворчания когда группы животных встречаются отдельные особи обнюхивают и касается друг друга хоботами также слоны ведут себя когда на их пути попадаются тело погибшего собрата считается что высокий уровень интеллекта позволяет им испытывать скорбь даже если умерший слон не принадлежит к их стаду они известны тем что склонны оплакивать своих умерших оставаясь возле их тел трогая хоботами и иногда даже покрывая тело ветками и листьями интеллект слонов удивительные они способны использовать предметы в качестве инструментов например они могут использовать ветки чтобы чесать себя или отгонять насекомых а также закидывать грязь на спину чтобы защитить кожу от солнца и паразитов существует даже поговорка что слон никогда не забывает и она имеет под собой реальную основу исследования показывают что слоны обладают впечатляющей памятью помогающим находить воду запоминать местоположение членов стада и даже помнить места где умерли их родственники а знаете что такое муст муст это очень страшно в возрасте 25 лет самцы слонов периодически сходят с ума и напрочь лишаются рассудка дело как можно легко догадаться в любви один раз в год у молодого самца начинает работать специальная железа между глазом и ухом эта жидкость непрерывно стекает по лицу слона а сам он становится невероятно агрессивным примерно на два месяца слон становится одержим желанием спариваться как бешеный он скачет по саванне и ищет самок в ярости слон ломает деревья и нападает на других животных без причины если он встретит другого слона самца то начнется схватка гигантов как ни странно самки очень любят самцу в мусти по наблюдением во всех случаях без исключения при выборе из самца в мусти без него самка всегда предпочитает муст но в общем вы поняли беременность африканской слонихи самая длительная среди всех наземных млекопитающих она длится около 22 месяцев это необходимо для развития мозга слоненка который при рождении весит около 120 килограммов через 15-30 минут после рождения слоненок поднимается на ноги и может следовать за матерью до 4-летнего возраста он нуждается в материнской опеки за ним также присмотрят молодые неполовозрелые самки которые таким образом готовятся к роли матери молодые самки пожизненно остаются в своем стаде самцы покидают его по достижении половозрелости который обычно наступает между 10 и 12 годами а мы переходим к слоновьему алкоголизму нет вы не ослышались слонам для нормального функционирования пищеварительной системы настолько нужен алкоголь что они специально выбирают пути на которых присутствует достаточное количество таких деревьев и продвигаются дальше по мере не просто созревания а именно перезревание и брожение плодов если же слон не находит уже забродивший то он готовит примитивную брашку сам вырывает ямку и наполняет ее различными ягодами и фруктами затем накрывает листьями и ждет запах спирта слон способен учуять на расстоянии более 15 километров известен случай когда в 1999 году стадо слонов напала на индийскую деревушку и употребила все запасы готовящегося в катках рисового вина деревня при этом сильно пострадала пьяный слон очень агрессивный опасен впрочем как и многие люди к слову о людях мы единственные естественные враги популяции слонов каждый час где-то в африке от рук человека погибает минимум один слон все дело в неутолимой жажде наживы и предрассудках истребление слонов ради слоновой кости служила основной причиной их смертности на протяжении многих веков на начало 19 века существовало до 27 миллионов слонов середина того же века уже 10 миллионов по данным на 2016 год 350 тысяч для защиты африканских слонов предпринимаются различные меры включая усиление законодательства против браконьерства защиту восстановления среды обитания а также программы направлены на снижение конфликтов между людьми и слонами но пока это плохо помогает а вам нравятся эти умные гиганты пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформы бусти и патреон по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможно и видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забывайте ставить лайки писать комментарии о том какого вы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами канал о животных зул мы собираем большое видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч